Богатые мусульмане имеют возможность заводить несколько жён и большая часть из них пользуется этой возможностью. Зачастую в фильмах и сериалах гарем представляется как место, где женщины целыми днями возлежат на подушках, и иногда отвлекаются на походы по магазинам и сплетни. В реальной жизни всё куда более прозаично, особенно для тех женщин, кто достиг возраста 50 лет. Перед тем, как попасть в гарем к султану, каждая наложница проходит специальное обучение. Там её учат правильным манерам и поведению. Наложницы, умеющие себя вести в соответствии с принятыми в подобном сообществе правилами, имеют больше шансов жить в богатстве и счастье. Конечно, счастье женщины в гареме зависит не только от её манер, но и от отношения к ней султана. Шесть случаев, когда вам пригодится универсальная страховка за границей и один случай, когда она будет бесполезной женщины, достигшей 50 лет, становятся неинтересными и ненужными султану. Они переезжают в так называемый дом стареющих женщин. Это своеобразное поселение, где такие женщины живут особняком, однако все ещё находясь на полном обеспечении. Такие женщины проводят остаток жизни в одиночестве и к султану не допускаются. Восемь стран с самыми некрасивыми женщинами женщины, отлучённые от гарема, занимаются в основном домашним хозяйством. В их обязанности входит стирка и глажка одежды, приготовление пищи, уход за садом, приготовление пищи. Таким образом они выполняют роль прислуги. Несмотря на то, что такие женщины по сути больше не являются частью гарема, их передвижение строго ограничено территорией, на которой они проживают. Странные правила жизни в турецком гареме попасть к султану в немилости вылететь из гарема могут не только женщины, достигшие 50-летнего возраста, но и совсем юные наложницы. Изгнать из гарема могут также по причине того, что девушка просто разонравилась султану внешне, или с ее внешностью произошли некоторые изменения, например она резко похудела, или волосы потеряли густоту. Что угодно может послужить причиной такого решения, ведь женщина воспринимается как вещь, соответственно хозяин в любой момент может ее выбросить или передарить. Изгнать из гарема могут также за непослушание или плохое поведение, в зависимости от нарушения, непокорную наложницу могли отправить в дом стареющих женщин на срок до одного года, где она наравне со всеми выполняла черную работу.